Окей. То, что проходили на прошлых занятиях, я уже говорила, что мы будем немножко повторять, возвращаться. Занятия. Кто сможет у нас рассказать? Я думаю, кто-кто-кто. Лох, вы же были на прошлом занятии, сможет рассказать. Да, мы прошли вспомнили, как бы, как произносить числа, чем сильные, потом вы объяснили, как нужно использовать эти числа, например, предложение, к примеру. Меня слышно? К примеру. Слышно-слышно. Когда ты родился, к примеру. I was born on December 17, 1970. Как бы. Ну, это я про себя сейчас сказала. Угу. Что еще? По-моему, основно вот это. Ну, да, мы с вами говорили... У нас, если вы пошли на экранчик. Или еще нет? Да, да, есть. Мы с вами говорили про числительные в английском количестве. У нас исключение, да, то есть существительные у нас образуются путем добавления th, суффикс, и есть исключение the first, the second, the third. А обычно это, потому что числительные зачастую они отражают. Поэтому мы употребляем артикль the. Компинировались. Сейчас мы посмотрим. Да, здесь вот правильно, собственно говоря, который мы уже смотрели. Если кому-то нужно, можно заскринить. И мы с вами... Да. Стида, с рождением. Им еще одно текло. Присоединился. Они тоже посмотрят, как у нас так. Ну, сейчас я посмотрю. Олексий, вы, по-моему, как-то были, но потом не присоединялись. Или нет? По-моему, были. Олексий? Я-то у меня просто все в порядке. Олексий, у меня проблемы с микрофоном, он не может отвечать. У него проблемы с оборудованием. Я поняла. Просто я думаю, что у меня что-то не так. Все молчат. Вы зависаете, и очень плохо видно экран. Вы зависаете, да. Елена, может быть, вам попробовать отключить видеосигнал ваш? И лучше будет сказать, как мы с вами делали на предыдущем уроке. А было лучше, Наталья? Когда у детей мы с вами, да, отключили видео, у нас хорошо все. Было лучше. Хорошо. Да, попробуйте ваши видео. Хорошо, хорошо. Так, видно же ли сейчас у нас экранчик? Очень плохо. Почти ничего не видно. Ничего не видно, все такое смутное. Сейчас лучше. Услышлено очень хорошо. Если можно чуть увеличить. Да, шлифт побольше было бы неплохо, конечно. Сейчас, одну минуточку. Я попробую перейти в другую комнату. Может быть, там будет лучше. Просто поближе к модему, так сказать. Точнее, не к модему, а к модему. Прошу прощения. Спасибо большое. Прошу прощения. Так, сейчас попробую поближе немножко. Давайте. Мы опять будем практиковать еще и математику. Гуля, сможете начать? Мы, естественно, не пишем, мы произносим. 22 плюс 12 минус 4. Мы читаем числа, да, и, соответственно, результат какой. И давайте потом этот результат мы будем называть еще в качестве порядка у числителя. Хорошо? Извините, а можно увеличить немножечко картинку? Да, конечно. Да, пожалуйста. Видно так? Вот мы A делаем блок. Видно сейчас? Да, спасибо. Отлично. Буля. Услышали меня, да? Окей. Да, есть. Окей. 22 плюс 12 минус 4 минус 4 минус 40. И давайте в порядок числительным скажем. Результат именно. Не все цифры, а только результат. 40? Да, 40. Так, Ирина. The next one. Давайте мы с вами будем проходить, так как мы еще не смотрели именно там деление, умножение. Сейчас не будем путаться. Давайте именно только то, что сложение, вычитание. Тогда получится. Нет, давайте, там у нас будет 100 минус 65. Да, давайте их, чтобы уже мы закрепили сложение и вычитание. Так, стоит 1 000? Это 1000, вы сказали. 100 минус 65. Эквел. Эквел. Давайте подскажем, если что. Так, 30. О, забыла. 30. Подскажем, ничего страшного. Как будет 30? Подскажите 30, забыла. 30. 30. 30, да? 40. 40 это 40, а 30 это 30 как раз. Так, 30? 30, да. Equal 30. Так, и давайте. Давайте в порядковом эквиваленте. Так. Именно результат только. 30, 5? 30, 5. 30, да. Так, давайте. Надя, Таня, вам следующее. 7 plus 9 minus 4. Давайте, Надя. 7 plus 9 minus 4. 4. 12. И да. И порядковый? Сказали? Я просто услышу. 12. Порядковый. Нет, не вспомнил порядковый. А мы просто добавляем. Я знаю, что добавляется Z, но я не могу произнести. Все вместе. 12, да? То есть вот такой 12. 12. Ага. Окей. Давайте перейдем к следующему блоку. B. Мы с вами будем, соответственно, переводить. Мы не будем писать числами, да? Ну, просто скажем, сколько это. И, соответственно, тоже сделаем порядковым. Да? Мария. Мария. Сейчас я вот, оп, блок B мы делаем. Видно? Да, видно, хорошо. Нет, сейчас я пытаюсь увеличить, потому что мне не видно. Вам не видно? Давайте я попробую. Так, так, виднее? Нет, я сама увеличиваю. А, у вас? Я поняла. Потому что у меня вроде все видно, но главное, чтобы у вас было видно. Так, повторить еще раз. Какой вопрос? У меня только недавно звук включился. Смотрите, мы делаем блок B. Нам нужно one. Переводим, соответственно, как это будет числительное переводиться. И переводим его в порядковое. Делаем его порядковым. Олексей, что вы хотите сказать? Давайте, пока Мария готовится. Числительное. Добрый день. Да, да, здравствуй. Ну, я хотел бы тоже участвовать, как бы, поделал руку. А, видите, на всех хватит заданий. А, нет, я просто поделал руку, поэтому. А, вы не переживаете все, все поучаствуют обязательно. Нет, я не переживаю. Совершенно. Вот. Так, Мария. Итак, с какой цифры? Самый первый, one. One, это один. Числительный, это first. Ага, great. The first, да, потому что мы добавляем the. Ой, простите меня, пожалуйста, Надя, Таня, мне кажется, что я вас немного обделила, и у нас только Надя, по-моему, ответила, да? I'm sorry for this. Окей, тогда Таня, пожалуйста, five. Five. Так, five, это пять, да, и как будет порядковое? Ирина. 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 Да, простите. А здесь наоборот, да, соответственно. First one. Это будет первый, соответственно, один, да? Угу. А голод, давайте тогда third. Third. Это three, three. Угу, окей, Татьяна. Eleven. Eleven. Одиннадцать. А вот насчёт числительных, вернее, порядковых. Eleven. Да, мы добавляем здесь teach. Eleven. Угу. А так. Сейчас, сейчас. Олексий. Tense. Так, tense не вижу. Сейчас. Не видите? Сейчас, секунду. Ага. А, tense. Tense. Угу. Tense, наверное. Наверное, tense, честно говоря, затрудняюсь сказать. Tense, это будет ten, если мы берём кардинал. Да, и это 10. Ну, я понимаю, 10. Ага, ага. Но tense, это числительное, я понимаю, но tense. Это числительное, да, так же, как и ten, только это порядковое числительное, которое отвечает вопрос которых, да? Какой? По очереди? А, ну, то есть, ten, ну, то есть, а, ну, соответственно, 10 просто, ten. Соответственно, ten. Да, да. Мы обсуждали сейчас одну минуточку, как у нас образуется числительное, да? Да, вот ещё раз выведу эту табличку, картиночку на экран. Может быть, кто-то попозже присоединился. Да, вы можете заскримить. Вот, как у нас образуется, да? Мы, соответственно, прибавляем th, суффикс, а есть у нас три ещё исключения. Ага, определённый артикл z впереди. Да, потому что... И на конце суффикс th, да, но есть исключения, да? Вот. И f мы заменяем, соответственно, на v. Можно заскринить просто, чтобы мы сейчас не возвращались опять. Так, так, так. С ними, которые мы делали, сварки. Окей. Кого я спросила, кого не спросила. Давайте Наталья. Thirteen. Thirteen, тринадцать. А тринадцатый, соответственно, thirtins. Great. Людмила, the next one, sixteenth. А вас не слышно. Sixteenth, это семнадцать, нет? Six, это шесть, соответственно, sixteenth. А, шестой. Шестнадцатый. Шестнадцатый, да. То есть sixteenth, это шестнадцатый переводится? Да, шестнадцатый, и шесть, это шестнадцать, да? Вот. А sixteenth, это будет шестнадцатый. Окей. Так. Дмитрий, а вас спрашивать или нет? Yes, come on. Да? Окей. So, the next one, twenty. Ну, twenty. Thirty. Нет, нет, мы же с вами, смотрите, мы... Twenty. Это какой? Это двадцатый. Двадцатый, а двадцать как у нас будет? Twenty. 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 Отлично. Замечательно. Видите, у нас... Появит эстрим. Так, у нас новые знания появляются. Так. Так, 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 так. Всем здравствуйте. Nice to meet you, кто к нам присоединился. Так, так, так. Сейчас посмотрим. Гуля была, Алексей был. Так, вроде бы. Вроде бы я всех спросила, или нет? По-моему, Ирину забыла, да? Или... А, Иру забыла. Вот. Ира, давайте thirty. Thirty. Тридцать. Переводим. Thirty. Thirty, да. Ну, это как тридцатый. Тридцатый. Сэм, how are you? Hello, good, thank you. Вы участвуете, или вам пока посмотреть, облиться в нашем коллективе? Да, нужно. Участвовать, окей. Нам нужно twenty-one, да, мы переводим, и переводим его, соответственно, в данном случае в порядке, вычислить нам. Twenty-one. Twenty-two. Twenty-two у нас здесь. Twenty-two. Twenty-two. And... I have problem with порядка. Sorry. Так, мы ещё разочек выведем, смотрите, как у нас образуется, и у нас как раз исключение. First, second, third. И в числительных мы второй компонент делаем именно порядковым, да, то есть не первый. Мы делаем twenty-second, twenty-third. Twenty-two. Будет twenty-second, да? А, twenty-second. Twenty-second будет, да, потому что это второй компонент у нас в числительном, и мы, соответственно, делаем его порядковым. А twenty остаётся как есть. То же самое касается всех остальных, да. Давайте тогда у нас, Гуля, fifty-seven. 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 Это как переведём? Пятьдесят седьмой и пятьдесят семь. Пятьдесят семь. Татьяна Баргин, да, я правильно произношу? Вы участвуете или пока просто осмотритесь? Добрый день. Посмотрим. Первый раз сегодня. Окей, окей, окей. Олексий, forty-second. Forty-second, сорок первый. Секонд. Точно первый? Секонд, второй. Секонд, второй, секонд. 42. Ну, 42, соответственно. А как будет? А, 42. 42? Ирина, the next one, 68. Ирина. Окей. 68. 68. 68. 68. Ира. Ира. 70. 70. Угу. 70. 70. Не знаю, что это. 7. 7, это что у нас, что за число? 7. 7, а значит 70. Седьмой. 70, это будет. А, 70. 70, да. 17, будет 17. 17. 70, это будет 70. Понятно. Я так далеко еще не заходила. А мы заходили уже. Да. Да, давайте переведем в порядковое. Порядковое, значит, что... Угу. Добавляем... 70. No. 70. 70, да. Окей. Так, так, так. Одну минуточку. Мне не все... Извините, участники, кто не ответил или хочет еще ответить, поднимайте руку, по примеру, Алексия. Чтобы, по примеру, проще. Кто хочет отвечать? Лола, давайте. Вижу вас. Эйтис. А, не слышу вас, а, не слышу вас. Давай, включите микрофончик. А, вот сейчас все, да, я не заметила. Эйтис. Это 85, 80, 80. Угу, окей. Ихандрид, Надя. Не слышу. Включите. Ага. Хандрид, это сто. Да. Хандрид. Опять у меня проблемы с окончанием. Хандрид, да. Мы такое вот все добавляем. Хандрид. Хандрид. Угу. Так. Татьяна, тюфтаузенд. Ту-саузенд. Это две тысячи. И ту-саузенд-ц. Угу. Двухтысячный. Да. Угу. А, так, сейчас одну минуточку. Угу. Таня. Именно Таня. Да. Я? Да. Так. Который я попросила. Вот это. Три-хангред-энд-сикс. Это 306? Да, 360. Сикстин. Сикстин. Сикстин, угу. Три-хангред-энд-сикстин. Сикстин. Сикстин. Угу. Так, 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 так. Дмитрий, давайте последнее. А Дмитрий с нами, я просто... О, Дмитрий с нами. Я тоже не против последнее. Да? Ну давайте Дмитрий. Все, я уже так... А вас не слышно, вас не слышно. Дмитрий, включите микрофончик. Так, 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 что у нас... Сейчас одну минуточку я уменьшу. Давайте здесь быстренько пройдемся. Нам нужно, соответственно, одну... Один столбик смечить с другим. Да, какое число у нас здесь написано. И, соответственно, выбрать правильно из соседнего. Мария, ты нам... Эй! Мария? А, не слышим вас. А в какой таблице, что тут две вверху? Нет, смотрите, мы C делаем. Вот это видно сейчас? Я поближе сделала. Вот это написано match, C... Да, ну мы... Мы просто match, да, мы... Нам нужно соединить. Так, соединить. Ну, мы просто second. Это что у нас будет во второй колоночке? Second. То есть мы... Во второй колоночке это сверху читать? Нет, справа у вас. Справа верхняя, да? Ну, посмотрите, нам вот есть a second, да? Мы во второй колоночке должны выбрать. Что это? Это 50, может быть? Или нет? Метали, 41. Сейчас увеличу. Написание именно, да? Мы сейчас смотрим, как они пишутся. Нам нужно запомнить. Просто, ну, мы с вами не пишем именно, как ученики на уроке. Может, кто-то пишет, конечно, не знаю. Но нам нужно просто смечить. Можно, знаете, как сделать? Чтобы было удобнее. Мы тогда берем 15 из правого столбика и ищем, соответственно, ему подтверждение и говорим просто букву. Давайте так. Так будет, наверное, полегче вам, да, чтобы не повторяться. Согласны? Да, так будет проще, да. Да, давайте, Мария, тогда просто мы читаем 15. Вы поняли, где у нас, да? Севчин, это будет 15. Помним с вами, да, что у нас есть тинейджеры, вот они как раз у нас... Какой у нас возраст? 15. Точно не 50, да. Так, какая тогда будет соответствовать буковка? 15, это... И. И, да, заодно алфавит еще повторим. Лола, the next one. 41. Так, 41, это у нас... Сейчас, секунду. Так. Это будет I. I, great. Татьяна, the next one. Second. Second. A. A, да. Мы помним, да, что... Как раз... Да, да, да. Мы помним еще, что у нас сокращаются числительные порядковые, да, и second. Мы пишем N, D. First. Вспомни, что мы пишем? Если мы сократим. T, H. S, T, да, потому что first. S, T, да. Да. И, соответственно, third. Что мы пишем? H. R, D, да, потому что это у нас... Да, у нас исключения. First, second, third. Это первые три числительные, которые исключения, которые образовываются особым путем вне TH. Так, Надя, Таня, соответственно, seventh and three. Нет. Seven. Кто, ты, я? Так, seventh. Это 70. 70-й. Угу. Такая буковка будет соответствовать. Это L. L. Great. The next one. Да, 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 да. Mm-hmm. Mm-hmm. D. D. Mm-hmm. Great. Same. 66. 66. It's J. J. Okay. Гуля, the next one. 1,111. Mm-hmm. 1,100. Q. Mm-hmm. Okay. Олексей, the next one. No. 284. 24. 4. Mm-hmm. 200. N. Uh-huh. Great. Ирена. 12. B. Mm-hmm. Такс. Ира. Валентина, вы с нами участвуете или смотрите пока? Hello, yes, I see you, but he is my little son. It's crying. Окей, окей, знаешь, пока просто посмотрите. I can answer, yes, I can answer. Fifth, yes? Fifth, да. It's will... E, yes? Fifth. Пятый, fifth. 15, это был бы 15. А пятый? Fifth. Fifth. Okay, not E, fifth. Fifth, answer later E. C, C, A, B, C, C. C, C, that's great. Ага, так, Наталья, 200. 200 is N. N или M? А, M. Okay. Людмила? One thousand six hundred and fifty third. Mm-hmm. R, R. R, да? Да, окей. Видите, здесь как раз вот third, и это исключение, да, и получается у нас окончание R, D, да? Потому что third, и это последний компонент, мы как раз его меняем на порядковый. Так, давайте 33, Лола. Не слышу вас опять, включите, пожалуйста. Да, отключается почему-то. Там, 33, это будет age. Age, mm-hmm. Ага, the next one, Мария. Мария. Three hundred and ninety-nine. Только микрофончик не забывайте, пожалуйста. Boom. Three hundred and ninety-nine. Three hundred and ninety-nine. Какой буковке соответствует? Это порядковое или количественное числительное? Числительное. Порядковое отвечает на вопрос, который, да? У нас здесь какое? Какое? Что у нас может указать на то, что это порядковое? Помогите, пожалуйста, Марии, если кто-то может. Порядковое отвечает на вопрос, который? Да, но здесь именно в числительном, что нам может показать, что это именно порядковое? TH в конце, нет? TH. TH, да, в конце. Поэтому у нас это порядковое числительное, да? И какому тогда, какой буковке соответствует это? Как мы переведём? Давайте тогда. A. A. Yeah. Because it's TH writing on this number. Ага, услышали. Да, давайте, Мария, давайте переведём. 300. Это три сотни, да? 300. 300 и 99. 99. Да, какая буковка у нас? Но только помним, что это порядковое. P, да, потому что у нас есть суффикс TH, да, мы его видим, 399 TH, как раз то, что нам нужно, 399. А соседнее, точнее, под число будет количественным, да? И это будет O. Вот видите, для сравнения их как раз написали. 399 TH and 399 просто, да? Без суффикса. Порядковое и количественное числительное. Рядышком. Так, давайте, кто у нас ещё не успел поработать, не всех помню. Но вот всегда поднята рука у Алексея, давайте, Алексей. OK. Elevens. Elevens. Elevens F. Sam, the next one. 28. 28. It's... I don't see here. Please don't show me. Не видно побольше. It's... It's... 8? 8. Ah, sorry. It's G. G, OK. Great. Так, давайте с вами сейчас запишем домашнее задание. Просто отскриимся и дома мы, соответственно, тренируемся. У всех получилось? Спасибо. Вот как раз здесь написано add, добавьте, и мы к этим числам, которые вот здесь по три столбика, мы дополняем соответствующими шифрексами, чтобы запомнить, как у нас что сокращается. А дальше мы, соответственно, внизу, write the ordinals in words, то есть мы словами пишем, как эти числа пишутся соответственно. Вот, да, здесь ordinals, это порядковые, да, cardinals это будет количественный, ordinals порядковые. Здесь именно на порядковые, потому что есть небольшая сложность с образованием, поэтому давайте потренируем дом, и тогда просто сделайте. Как я уже говорила, можно скидывать домашки мне, вот, я там есть в чате, вот, я посмотрю, проверю. Вот, ну, фотографии, естественно, да. Вот, так, все ли понятно, у всех все видно, всем ли удалось заскринить, вот, мы добровольно, да, то есть кто не хочет, тот не делает. Мы все добровольно здесь собрались, поэтому смотрите. Но меня просили о домашних заданиях, поэтому я вот, you're welcome. Мы вам в Телеграме скидываем фотографии? Да, можно, можно скинуть, да, в Телеграме, я проверю, посмотрю и дам, соответственно, вам обратную связь. Хорошо, спасибо. Ага, да, так, всем удалось заскринить, кто хочет делать домашние задания. Окей. Елена, как будет количественно? Как будет количественно? Так, давайте сейчас покажу сразу, смотрите, cardinal and ordinal, да, видно здесь? Ordinal? Ordinal это порядковый, cardinal это, соответственно, количественный, да? Увидели, как пишется? Есть. Увидели, отлично. Так, сейчас одну минуточку. У кого-то птичка на заднем плане или мне кажется? Так, у нас остается 15 минуток, мы немножко затронем, да, мы долго немножко тренировались. Сейчас одну минуточку я найду. От числительных мы, соответственно, переходим ко множественному числу существительных. Здесь мы, да, здесь мы видим с вами, как у нас образуются, соответственно, множественное число существительных. И давайте посмотрим, да, мы сейчас пройдемся, можно заскринить, естественно, так вам будет, может быть, удобнее или записать, как вам нарисовать, что-то еще. У нас есть большая часть существительных образуется путем добавления с, да, окончания. Вот мы видим dog and dogs, name, names, да, мы просто добавляем s. Есть у нас существительные, которые оканчиваются на s, w, s, x, s, h, c, h, o. К ним мы уже добавляем и s, да, в правом столбике мы видим, да, как образуются is, 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 s, кто-то там соглашается со мной, я просто звуки слышу, не пойму, может, вопрос какой-то. Нет, все понятно. Все понятно. Brush, brushes, church, churches, tomato, tomatoes. Вот у нас образуется is, да. Существительные на y, y меняется на i, plus is, да, baby, babies. И существительные на f, f, e, мы это видели тоже как издательные, да, f на v меняется и plus is. Wolf, wolves, wife, wives, knife, knives, life, lives, да. Наверное, с этим вопросов пока нет, да. Есть у нас единственные еще существительные, которые неправильные, так скажем, они образуются особым образом, да, в основном там из греческого, из заимствования. Вы видите здесь, да, и они особым образом не образуются. Это вот неполный даже список, вот. Но это такие достаточно, есть слова, которые не так часто употребляются именно в такой лексике, обычной общей лексике. Есть, ну, вот мы сейчас посмотрим, да, есть более такие употребимые. Food будет feed, да, mouse, mice. Здесь почему-то рядом с food нарисовали рыбку, но это не так, потому что food, это, если кто-то знает, подскажите, как переводится? Стопа. Стопа. Нога. Стопа, да, это именно стопа, потому что нога это будет leg, да, а food это именно стопа. Вот, например, есть слово foot prints, да, это следы. Print это отпечаток, foot отпечаток, соответственно, стопы, да, foot prints. Fit это, соответственно, ступни, да, mouse, mice, мыши, man, man, то есть один человек, мужчина, да, в данном случае man и мужчина и человек, да, child, children, tooth, teeth, то есть goose, geese. Вам нужно переводить или вы в целом знаете эти слова? Ну, на всякий случай, вдруг все уже наслышаны. Пока знаем эти слова. Пока знаете, хорошо. Кто не знает, вы тогда маякните, пожалуйста. Women, women, соответственно, да, потому что образование man, men, да, women. Fish, fish, оно так и будет, у него ничего не меняется. person, person меняется на people, да, дальше у нас идет бык, тоже видим, да, дальше уже, смотрите, ship, ship, deer, deer, то есть они как бы остаются такими же. Могу еще раз показать список тех слов, которые у нас, соответственно, неправильно, так скажем, пишутся, да, они по общему правилу образуются, можно его тоже заскринить, но если вдруг придется где-то мало ли там использовать, не знаю, вот, немножко сдвину, чтобы вам было видно. Вот, здесь тоже есть те, которые часто употребляются, но в целом здесь такие вот своеобразные, редко использующиеся, может быть, слова. Может, в каком-то именно специальном языке, да, профессиональном. Так, давайте с вами, так, это мы посмотрели, у нас какие есть слова именно, да, common, regular, plural, nouns, и давайте с вами, да, вот здесь еще есть существительные, которые употребляются только в единственном числе. То есть мы, если мы, у них нет множественного числа, и для того, чтобы нам показать, допустим, сколько кофе, сколько чая, допустим, мы, соответственно, употребляем, допустим, чашка чая, капу кофе, Дмитрий, да, вы добавить что-то хотите. Yes, no, I have a question, Brad Pitt, Brad actor, Hollywood actor, Brad Pitt, his name, Brad. Но он, по-моему, и так пишется немножко, он не хлеб пить. Ну, да, созвучно, созвучно, да. Ну, why? Brad Pitt, хлеб and pita. Ну, да, если так, то да. На самом деле в английском языке мы знаем, что есть очень много значений, да, и вот, например, на слух, если воспринимать, то некоторые слова, да, как Дмитрий сказал, Brad Pitt, да, казалось бы, что, что, какой хлеб, что. То мы исходим из контекста, да, то есть мы с вами потом попробуем попереводить какой-нибудь текст и посмотрим, как это все переводится. И мы смотрим на контекст, мы выбираем, есть такое еще, ну, как чувство языка, да, то есть ты смотришь у переводчиков, да, как вот они используют филигранные все слова и подбирают. То есть, соответственно, ну, тут тоже нужно смотреть на контекст, у слов там бывает несколько значений, а зачастую еще появляются, да, скажем, неологизмы в языке, да, как и в русском, так и в английском, какие-то новые слова, которые тоже, да, Ира. Ну, насколько я знаю, ну, я точно знаю, что во французском ни имена, ни фамилии не переводятся, даже если это, допустим, по, как Brad, да, по-английски, поэтому я думаю, что в английском тоже не переводятся ни имена, ни фамилии, даже если это значение хлеба, допустим. Нет, конечно, смотрите, даже есть у кого-то там, по-моему, у принцессы Евгении, да, сына зовут Огуст, да, то есть, по идее, это Август, вот, ну, мы, конечно, не переводим его, что он там, ну, то есть мы Август переведем. Президент Буш, Буш за Куст. Да, но мы все равно говорим Буш, да, потому что мы не переводим именно так, как вот переводятся эти слова, ну, если вы видели американские какие-то там титры или актеров, или вообще просто имена, у них там можно использовать, там, April, да, они там, как же казалось бы, Апрель. Дмитрий, вы, по-моему, да, скажите, скажите. Вот, а, ну, Смит, 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 Сюнэйн, Кузнец Смит. Да, да, вот я как раз Смит, Хэлэн Смит, потому что я Кузнецова, вот, да, ну, да, мы, естественно, мы на английский будем переводить так же, да, то есть Хэлэн, например, это, наверное, уже к следующему занятию, Хэлэн Кузнецова, да, то есть я не буду меняться на Смит в английском языке, то есть все так и будет, вот, только если я в паспорте поменяю на Смит, вот тогда я буду Смит уже читаться, вот, так, давайте, сейчас, одну минуточку, куда-то у меня делось упражнение наше. Я его вам сейчас выведу на домашнее задание, потому что у нас осталось 6 минуток, мы прошли сейчас множественное число, естественно, мы сейчас просто посмотрели с вами теорию, да, дальше мы будем, естественно, тренировать, как и каждый раз, нужно закреплять, нужно повторять, вот, сейчас посмотрим, я надеюсь, у вас появится, должно появиться, нам нужно образовать множественное число у этих слов. Тоже будет в качестве домашнего задания, на следующем занятии начнем тогда уже с этого, будем читать, проверять, у кого что, и, соответственно, будем делать еще упражнения. Все ли всем пока понятно, может быть, есть какая-то обратная связь, не знаю, что-то хочется добавить, убрать из занятий. Да, пока все понятно, цифры только учить сложно. Цифры, да, но это просто нужно, естественно, запоминать, есть, ну, мы с вами говорили, что, да, есть закономерность, то есть мы учим первые от единицы до девяти, соответственно, и дальше уже к десяткам, к сотням просто добавляем эти числа, да, и такое вот просто нанизывание получается, такие вот. Вы просто еще не видели в финском языке, когда я изучала, как там выглядят числительные на полстроки, поэтому английский это очень просто. У финнов вообще очень сложный язык. Очень. Да, я была в Финляндии месяц назад, ничего не понятно, абсолютно, вообще. Да, ну, то есть он совершенно, он из финно-угорской группы, и, то есть, там другая логика, да, там вроде кажется, что проще, но вот именно сами большие слова, да, которые вот там произносят, ой, это что-то с чем-то, да. Вот, венгерский тоже самое, живу в венгерском поселке, повеситься можно. Ну, вот, да, сложно, сложно некоторые языки, которые там, английский я изучала, французский, да, мне было достаточно легко, потому что, ну, конечно, они не прям вот похожи-похожи, но вот, Ира, вы, по-моему, да, из Франции. Есть какие-то, вот, есть же какие-то все-таки общие, может быть, ну, не знаю, произношения, естественно, нет, но... Произношения нет, потому что вот теперь для меня сложность, я раньше говорила только на английском в течение пяти лет, а теперь только на французском говорю, поэтому у меня другой акцент совершенно стал непонятный для англичан, и очень сложно строить фразы на английском теперь. Да, вот у меня был случай, я работала переводчиком в цирке, да, в Санкт-Петербургском государственном, и у нас мы работали с Францией, нам нужно было пригласить там, отправить наших артистов во Францию, и я созванивала, соответственно, с организаторами. И вот он мне говорит, как это бюф, бюф, я думаю, что это за бюф, а это оказался бюф, медведь, а я думаю, что же за говядину-то он, какую говядину, он мне говорит, не могу понять вообще. Вот такие вещи у французов, ну, как Ира, непонятные, при том, что я тогда уже вроде знала французский, но я не могла понять, что это за бюф, и почему мы говорим о медведях, которые к ним приедут, а он мне про мясо вообще, собственно. Ну да, может, мясо медведей хотел? Может быть, но это, ну, я, я думаю, я же переводчик, а я не понимаю, мне было прям вот, ну, при том, что я переводила синхронно, то есть это был разговор, я переводила своему руководству, и это было, да, так очень тревожно немного, что я не знаю слова, вот. Вот, но потом, естественно, по контексту понятно, что это медведи, да, но тем не менее, и некоторые слова тоже как-то вот были такие неоднозначные из-за того, что произношение такое, вот, и не знаю, был ли опыт у кого-то общения, там, может быть, с китайскими вот партнерами тоже у нас были, китайский цирк тоже, но они больше как-то такой правильности именно в речи, то есть вот, но были тоже моменты, где было не очень понятно, сейчас не воспроизведу именно какие, но вот как-то они были более понятны, вот, слухом, вот, наш партнер, вот, увидимся с вами в следующий раз, надеюсь увидеть наших постоянных слушателей, возможно, кто-то еще прибавится, добавится, посмотрите, записи предыдущие, да, мы, в принципе, не так далеко ушли, но ушли все-таки, мы там, естественно, начинали с алфавита, продолжали числительными, продолжали, естественно, мы смотрим слова, которые мы изучаем в течение урока, да, если кто-то не знает, да, в домашнем задании, биг, болт, то есть это тоже мы запоминаем заодно слова, вот, изучаем заодно, и месяца изучали, да, в прошлый раз, как раз, какой месяц, что, и месяца, помним, да, мы пишем с большой буквы, так же, как и в дни недели. Так, Ира. Скажите, а что вы можете нам посоветовать, вот, что дома лучше делать, чтобы как-то, ну...